Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Эксклюзив». И сегодня у нас в гостях человек, который внес огромный вклад в развитие мировой культуры. Я с удовольствием представляю вам граф Пётр Петрович Шереметьев. Граф Пётр Шереметьев, архитектор, музыкант, предприниматель и меценат. Знаменитый потомок сподвижника Петра I, первого российского генерал-фельдмаршала Бориса Шереметьева. Родился в эмиграции в Марокко, окончил с отличием высшую архитектурную школу во Франции. По его проектам построены здания в Париже, столицах Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова. Соучредитель музыкального парижского агентства «Арттемпо». Обладатель многих званий и наград, в том числе Французского ордена искусств и литературы, Российского ордена дружбы, ордена меценат столетия. Лауреат премии имени Людвига Мобеля. Здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте. Это действительно так, что родословная вашей семьи описана в восьми томах? Этому роду очень много веков. Это правда. Если начать сначала, наша семья родилась во времена Дмитрия Донского. А Дмитрий Донсков тогда управлял Россией, конечно, со своими войсками, воевал против турок. И он воевал над Волгой во времена этой громадной сражения, которая называлась Куликова. У него был сподвижник, правая рука, боярин Кошка. И боярин Кошка имел пять сыновей. Один дал род Шереветьев, другой дал род Романовых. И мы с этих времен в родстве очень тесно с нашими императорами, нашей императорской семьей. И, к сожалению, я должен сказать, что не так давно, две-три недели назад, скончался мой троюродный брат, князь Николай Романов, которому было уже под 90 лет, если я не ошибаюсь. Это большая потеря. Я хочу именно сказать два слова о том, что остался один настоящий Романов, который мог бы претендовать на престол. Но, к сожалению, Николай, кажется, оставил одного сына, но он сам уже не был династом. Почему? Потому что его отец Роман Романович Романов женился на моей тетке, графине Шереметьевой. И так как мы, несмотря на то, что мы так близки с Романовыми, мы не имеем права называться великими князьями, никакой Романов, будучи великим князем, не может жениться на представителей рода, который не уполномочен. Поэтому сейчас времена стали очень трудные, в смысле наследства Романовых, но это другая история. Это совсем другая история, но хочется спросить, Петр Петрович, быть носителем такой громкой фамилии, это ко многому обязывает вообще? Как человек себя ощущает? Мне всегда было интересно. Я очень просто могу вам ответить, потому что да, это громадная семья, это громадный род, это громадная традиция, это громадные века служения государству, это громадное богатство. Но это должно забываться. Я, например, да, желаю жить как можно лучше, но наша обязанность – это служить, это быть полезными, показывать пример. Мы обязаны быть в распоряжении наших соотечественников. Это так и есть, я вас уверяю, я искренне это говорю, это не какая-то фальшь, это по-настоящему наша обязанность. Ваша меценатская деятельность в области культуры и искусства связана именно с этим служением? Для меня судьба была очень удивительной, потому что, во-первых, я родился в Африке, если это вас интересует, я могу вам рассказать. Но я, как только приехал во Францию, я стал архитектором, то есть я провел целые 6 лет в университете архитектурном Парижа и вышел архитектором. Мы, к сожалению, не имели никакого имущества за границей, как это всем понятно, потому что мы люди, которых выгнали большевики и которые потеряли все свои средства. Поэтому мой отец очень-очень храбро поселился в Африке, чтобы создать новую жизнь, новую семью. И я приехал из Африки. Получив мой диплом архитекторов, я вошел в разные кабинеты. И потом сам стал самостоятельным и работал в пользу французского государства или саудийского государства. Поэтому у нас много было задач, чтобы защищать наш талант. Скажите, Аль, ваша любовь к музыке, это не случайно? Считаете ли вы, что это одно из важных из искусств? Именно тот факт, что я появился в Париже и стал архитектом в Париже, я также начал заниматься очень скоро русской парижской консерваторией имени Сергея Васильевича Рахманинова, где я уже 30 лет председатель и ректор консерватории самой. Во-первых, наша семья всегда музицировала, играла на сценах своих собственных театров, имела свои собственные оркестры. У всех Шереметьевых был дар голоса и пения. И я также получил в наследие именно эти таланты. И я себе дал задачу очень быстро поехать в Россию, не вернуться в Россию, потому что я там никогда не бывал в эти годы после моих учеб. И я поехал в Россию с целью установить отношения между Францией и Россией на почве музыки. А в каком году это было? Это было 1979 год. Уже много лет прошло. А каким образом дальнейшая ваша была работа с музыкальными обществами в Париже? Парижская консерватория была создана в 1923 году. И тогда было в Париже с 1918 года было 300 тысяч иммигрантов. Что громадное количество. Вы можете представить, сколько это, какое население. И эти люди, которые потеряли свою родину, свои местожития, свои привычки, буквально все, что украшало свою жизнь, решили создать место, где они могли бы собираться. И они создали эту консерваторию. Там проводили громадное количество встреч, концертов, приемов. И вся эмиграция прошла через консерваторию Хаманинскую уже с 1923 года. Ну, конечно, самые великие очередители этой консерватории были Шаляпин, который уже выступал в Париже. Потом был Черепнин. И потом был еще Глазунов. Так что Казахстан стала центром жизни русской эмиграции и процветала до наших дней. Там создали уже в 1923 году русский ресторан, который назывался «Русская столовая». И все туда ходили или музицировать, или принимать друг друга, или ужинать, или обедать. Были чудные бабушки, которые готовили тогда замечательные русские блюда. Это с тех пор очень-очень пострадало от того, что нет больше бабушек. И тем не менее, ресторан существует. Я рад, что оно продолжает свою жизнь. Но уже это другая атмосфера. Пристор Петрович, а консерватория на сегодняшний день – это учебное, действующее учебное заведение? Только. А сколько людей, сколько учеников учатся? У нас между 350 и 400 учеников каждый год. И все инструменты, кроме барабанов, конечно, самые важные – это скрипка, это рояль, это танец. Был, существовал Дефарь, великий танцор, который был удивительным фауном, если вы слыхали о нем. И он создал курс танца в нашей консерватории. Но, к сожалению, он был уже достаточно стар. И пять лет спустя он ушел. И тут распался этот курс танца. И я с большим трудом, но с успехом, снова создал этот курс танца буквально 5-6 лет назад. И у нас теперь немало танцоров, около 60. Что нам дает возможность вернуться к традициям. Потом было еще много хоров. Тогда, потому что в эти годы еще эмиграция была довольно солидная. Было очень много людей, было много любителей пения. Был хор Чайковского. Другой еще хор, я не помню какой. Их было двое. Потом все эти люди отошли. И постепенно, с годами, все реже и реже приходили новые ученики. Естественно, потому что сколько лет прошло? 90. Это была моя задача просто коренная. Я старался много лет создать хор. И вдруг, в прошлом году, я встретил молодого капельмейстера, тоже русского происхождения, моложе меня, конечно. С которым мы создали хор. Хор, рахманевский хор. И я смог снова эту традицию возобновить. Я боюсь спросить, на каких инструментах вы играете? Потому что я знаю, что вы являетесь членом жюри многих международных конкурсов. Да, это правда. Я играю на скрипке, я играю на рояле, я играю на гитаре. И я пою. Я пою, потому что моя семья всегда пела. И она поет с конца 18 века. Она поет действительно благодаря нашей прапрапрапрабабушке Прасковье Ивановне Жемчугову, которую называют так, потому что она была жемчужиной дома Шереметьевых, как певица, как актриса. Прасковье была моя прапрапрабабушка. Ее Николай Петрович нашел в Березнине около Ярославля. Она была простая крестьянка, дочь крепостного Шереметьевых, который был простым кузнецом. Поэтому я могу сказать, что я наполовину дворянин и наполовину крепостной. Это у вас очень широкий охват, это очень здорово. Петр Петрович, но помимо этого вы еще и с кино имеете отношение? Я увлекаюсь всем тем, что производится на сценах или в кинематографе. Я играл очень много на сценах театральных. Немало крутил в фильмах, не всегда с большими, как это называется, ролями. Может быть, у меня сейчас готовится большой проект, где я получу самую великую для меня награду. В этом фильме я буду изображать своего собственного предка, фильмаршего Суворова. И потому что я на него похож, это одно. Потому что я люблю быть в кинематографе снятым. И потому что есть такие возможности, люди меня пригласили. Я могу сказать по эфире, что я ищу инвестиции для создания такого патриотического фильма, который будет говорить о фильмаршере, о его преданности к родине, о всех его победах и удивительного достоинства. Это был человек такого уровня, такого достоинства, кажется, нельзя сегодня мечтать. Но другой фельдмаршал, не менее известный, Кутузов, он тоже является вашим предком? Он мой прадед тоже. Прямой. И по материнской линии, как и Суворов. Есть тоже шанс, чтобы я бы участвовал в фильме гораздо скромнее для меня, но в котором я буду изображать Кутузов. Тогда мне нужно будет носить эту черную, как это называется? Повязка. 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 Черная повязка, которая будет прикрывать один нос. Я не знаю, как это выйдет, но тем не менее нужно будет. Так что все это впереди. Вы сейчас находитесь в Астане в связи с международным конкурсом скрипачей, который проходит уже в пятый раз. Я знаю, что на первом конкурсе, который проходил в 2003 году, вы тоже присутствовали. Я был, да. Скажите, что вас привлекает сюда каждый раз на этот конкурс? И это завидное постоянство, и нам очень приятно, что в жюри сидит такой человек. Но в то же время я знаю вашу занятость, и тем не менее каждые два года вы все равно присутствуете на конкурс. Я буду возвращаться в Казахстан по несколько причин. Во-первых, я просто сподвижник того, что творит ваш президент. Он решил поставить город посередине степи. Между прочим, был уже один пример. Был один президент Бразилии, который, может быть, 45 лет назад, также решил переставить свою столицу, правительственную столицу, которая была тогда Рио-де-Жанейро. Он ее переставил в новопостроенный город, который называется сейчас Бразилия. А тут то же самое произошло, но с таким громадным расстоянием годов. И это просто удивительная мудрость, храбрость, талант, чтобы создать из ничего такой могучий город. Я каждый год, что приезжаю сюда, я вижу, как он растет, растет, растет. И без конца строятся новые здания, новые скайскреперсы, как это называется по-русски, высокие башни. Поэтому можно только преклониться перед такой энергией, такой жаждой создать крепкое государственное местожитие. Я думаю, что это очень редкий случай, что может произойти такая замечательная идея, создать такую столицу, как президент Назарбаев решил. Плюс много друзей у меня появилось здесь. Моя супруга тоже очень увлечена этой страной. Нас пригласил президент, и мы осмотрели все, что можно показать. Мы были повсюду. Это было просто очарование для нас. Так что у меня громадное количество причин. Конечно, есть одна – это музыка. Я участвовал три недели там назад в Астане на седьмом фестивале вокалистов, который дирижирует Бибигул Ахметовна Толеганова. Потом мы вернулись в Париж на три дня. Уехали тут же в Москву по делам, потому что я имею отношение с Москвой по делам тоже. И оттуда мы приехали сюда опять. Это было прошлую субботу. Я участвовал, чтобы участвовать в фестивале Айман Мусахаджарвы. И я должен вам признаться, я никогда не видел и не слышал столько представителей Казахстана скрипачей. В этот раз это было просто удивительно. Было громадное количество учеников или талантов, скажем, и так, и так, которые участвовали в этом конкурсе. И Казахстан очень много взял самых великих мест. Это благодаря профессорам, которые приезжают из России, из других местах, которые участвуют в этом жюри, как я. Я имею маленький опыт скрипачный в связи с этими педагогами, которые сами уже громадные скрипачи, которые играли во времена Ойстраха или Когана. Это поколение, которое украсило все эти предыдущие десятки лет. Я был просто потрясен талантом Айман Мусахаджарвы, который именно этот человек организовал этот конкурс. Она сама скрипачка мировая, она приезжает иногда в Париж. Я участвовал в ее концертах в Париже. Последний, который я слыхал с ней, это было в дворце в Версаль. Это очень приятная личность, которой я поклоняюсь. Было ли какое-то очень яркое впечатление на этом конкурсе от участников конкурса? Было ли какое-то открытие, какой-то конкурсант, который поразил ваше воображение, который вам очень понравился? Конечно, конечно. Я был увлечен, скажем, двумя исключительными барышнями, но которым совсем мало лет. Они родились в прошлом веке, но в конце. И им может быть 20 лет, 18, 17, 21. Но они такие талантливые, что нет слов. И они, конечно, получили именно эти две. Получили гран-при и первое место. Что бы вы хотели пожелать этим молодым музыкантам? Что говорил Расторопович своим дочерям? Он говорил, вы должны работать. Вы должны создать свой талант. И чтобы быть способны, ездить по всему миру, зарабатывать, иметь успех. Но не рассчитывайте на то, что могут вам дать ваши родители. Создавайте это ремесло и держитесь к этому ремеслу, что я сам повторяю. Потому что если люди не любят трудиться, тогда талант их исчезает. Я много-много знаю замечательных исполнителей. Я могу вам сказать, что они работают как валы, но для радости всех слушателей. Для того, чтобы мир стал более совершенным? Чтобы мир был бы не только совершенный, но и более мягкий. Толерантность – это самое главное качество, которое человек может иметь. Я, к счастью, научился толерантности в моей родине рождения в Марокко. Петр Петрович, спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Спасибо. И я еще раз хочу представить телезрителям, что у нас в гостях сегодня был граф Петр Петрович Шереметьев. На этом я прощаюсь с вами. До будущих встреч в эфире телеканала «Былим жене Матиньет». «Былим жене Матиньет».